В институте фундаментальной медицины и биологии состоялось завершающее мероприятие в рамках благотворительной акции «Спаси жизнь, стань донором костного мозга». Студенты Казанского федерального университета участвуют в проекте уже довольно продолжительное время. Благодарственными письмами были награждены волонтеры и доноры проекта. Мы объединены с национальным регистром доноров костного мозга и общая работа вместе с национальным регистром насчитывает более 60 тысяч потенциальных доноров костного мозга. Из них, конечно, большое количество это студенты, это молодые люди, которые желают вступить в регистр и стать при необходимости потенциальными донорами костного мозга. Трансплантация костного мозга может спасти жизнь человеку с заболеванием крови. Чтобы процедура прошла эффективно, нужно найти своего генетического близнеца. Сделать это практически невозможно. Родители в этом плане суместимы со своим ребенком лишь на 50%, в то время как необходимо практически стопроцентное совпадение. «Существует два варианта. Первый вариант – это когда была заготовлена кровь, ну, например, куповенная кровь. При рождении эта кровь хранится в банке, и кровь конкретного человека вводится ему при заболевании. Второй вариант – это на самом деле, когда никаких заготовок нет. Второй вариант – это найти донора». Шанс найти подходящего донора для конкретного больного выше среди людей, сходного с ним этнического происхождения. Поскольку на территории Российской Федерации проживает более 200 национальностей, найти генетического близнеца за рубежом гораздо сложнее. Проект регистра доноров костного мозга начался еще пять лет назад, когда Казанский федеральный университет вместе с благотворительным фондом «Русфонд» организовал предприятие «Приволжский регистр доноров костного мозга». За это время в российский реестр было внесено более 45 тысяч добровольцев. «Мы готовим площадки в разных институтах, то есть у нас много зданий в университете, чтобы студенты могли на площадке своих институтов присоединиться к этой акции и попробовать стать донорами костного мозга. В нескольких институтах у нас проходила эта акция. Ребята, добровольцы-медики, рассказывали желающим о том, как можно вступить в регистр, какие есть рекомендации, какие есть противопоказания. То есть и ребята, желающие, могли сдать букальные петели, со скоб, со щечки с внутренней стороны, как мы этому простому объясняем, и войти в состав, в этот регистр». Стать потенциальным донором можно при выполнении нескольких условий. Отсутствие серьезных заболеваний, масса тела более 50 кг, возраст от 18 до 45 лет. Для этого нужно всего лишь заполнить анкету и сдать 4 мл крови, либо специальный соскоб полости рта в любом офисе инвитро или центра молекулярной диагностики. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс.